Северный город Мы продолжаем следить за судьбой городских бассейнов. 6 июня директор бассейна Дельфина Анна Шумакова пригласила журналистов для того, чтобы пояснить ситуацию, связанную с бассейном, которая сложилась накануне летнего здоровительного сезона. Вот что пояснила инициатор пресс-конференции. Сегодня нами достигнута пока устная договоренность с администрацией города о том, что нам будет выплачена субсидия в объеме 3,5 миллиона за период март-апрель-май-июнь. И мы с понедельника открываем бассейны для того, чтобы продолжить летний оздоровительный сезон в рамках проданных абонементов и заключенных договоров в случае образовательной школы. Программу противодействия коррупции в Иркутской области до 2016 года утвердил губернатор Сергей Рощенко, сообщает пресс-служба правительства Приангария. В текущем месяце по поручению главы региона будут утверждены ведомственные программы, контроль над которыми призван осуществлять Координационный совет по противодействию коррупции. В работе над программой приняли участие специалисты органов государственной власти Иркутской области, представители Общественной палаты региона, Ассоциации муниципальных образований. Свои предложения в документ представили граждане и организации. Проект антикоррупционной программы представлен для общественного обсуждения на официальном портале Иркутской области. Как известно, в этом году, 14 сентября, состоятся очередные выборы в Думу города Устилимска. Партия «Единая Россия» уже сейчас готовится к этому событию и организовывает проведение предварительного внутрипартийного голосования. Праймерис в Устилимске назначен на 18 июня. Рассказать об условиях предстоящих предварительных выборов мы попросили секретаря Устилимского городского отделения партии «Единая Россия» Артема Лобкова. В этом году праймерис, предварительное внутрипартийное голосование в городе Устилимске будет проходить по так называемой первой модели. Это наиболее открытый вариант голосования, в котором могут принять участие все жители города, которые зарегистрированы в городе Устилимске, проживают на его территории. Также в качестве кандидатов может выдвинуться любой гражданин города Устилимска, горожанин. Единственным условием, которое может препятствовать этому выдвижению, участию ему в качестве кандидата в праймерис, это если он является членом других партий. Даже те люди, которые являются беспартийными, но хотят быть выдвинутыми от партии «Единая Россия» в качестве кандидатов, они должны будут собрать 10 подписей членов партии и таким образом смогут принять участие в качестве кандидатов в предварительном голосовании. Заявки можно подать в офисе партии «Единая Россия», это в Мечтателе 30, и прием заявок будет продолжаться до 17 часов 9 июня, то есть до понедельника. После этого сформируется список участников, кандидатов в праймерис по каждому избирательному округу, и будут определены места голосования. Мы планируем, что они будут как стационарными, будут расположены по адресам проведения реальных выборов, то есть в школах, в других объектах, а также мы планируем использовать уличные места голосования. В день голосования, 18 июня, любой горожанин, придя с паспором на избирательный участок, может отдать свой голос за какого-то из кандидатов. Так как голосование рейтинговое, голос можно будет отдать за нескольких кандидатов. Таким образом, те кандидаты, которые наберут большее количество голосов и станут кандидатами от партии «Единая Россия» на выборах в городскую думу. Таким образом, уже сейчас у жителей города есть уникальная возможность поддержать тех людей, которым они доверяют, и выдвинуть их в качестве депутатов. Таким образом, предварительное партийное голосование дает возможность уже сейчас доверить свои голоса тому человеку, которому жители Усть-Лимска доверяют больше всего. Федеральный закон об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, внесены изменения, согласно которым на местных выборах можно будет проголосовать против всех кандидатов. Соответствующая графа будет включена в избирательные бюллетени. Выборы не состоятся, если против всех кандидатов проголосует больше избирателей, чем за кандидата, набравшего максимальное количество голосов. Закон вступит в силу с 1 января 2015 года, пишет «Консультант Плюс». 5 июня прошла комиссионная приемка здоровительного лагеря «Лосенок» к очередному летнему сезону. Свои двери лагер распахнет 8 июля. О том, в каких условиях нынче будут отдыхать Усть-Лимские ребята, расскажет Наталья Иванишина. Едва ступая на территорию обновленного «Лосенка», невольно погружаешься в мир уюта и гармонии. Обшитые корпуса под бревенчатую старину в окружении красавиц-берез создают самобытную атмосферу. Как оказалось, в этих теремах еще и тепло по-домашнему. По словам исполняющего обязанности директора лагеря Сергея Тютюнника, подготовка к летнему сезону здесь началась еще с декабря прошлого года. Большое спасибо, конечно, коллективу, который здесь все силы прилагал к тому, чтобы сезон открылся. То есть проводили уборку и договора заключали необходимые. То есть подготовка, я думаю, что прошла вполне успешно. В корпусах у нас будет работать отопление вот в этот период, когда будет прохладно. В лагере восстановили громкую связь своими силами. Территорию благоустроили. В этом году стадион дополнительно. То есть для детей песочницу, то есть яму для прыжков восстановили. То есть более или менее подготовлено. В планах, конечно, летом запустить все-таки бассейн. Сергей Николаевич рассказал, что в лагере будут работать 16 педагогов с вожатыми и их помощниками. Кстати, в этом году помощников вожатых отбирали на конкурсной основе. Это дети, которые получили паспорт от 15, либо 9 класс, 15 лет, 16 лет. То есть рабочий день, их на отряде будет 2 человека, у них будет 4 часа для занятия с детьми. Конкурс был совместно с управлением образования, то есть лагерь лосенок, управление образованием. Критерии, чтобы ребенок был творческим, мог занять других детей, то есть увлечения какие-то, именно, чтобы он за собой повел других детей. Чем-то вот нынешний год будет отличаться от предыдущего? Дополнительно мы предложили родителям как платную услугу. Это занятость детей в кружках, то есть это девочки, там, бисероплетение, мальчики, это лазертак, вот квадроциклы, которые находятся у нас на территории. То есть это будет предложено как дополнительная услуга. Своё мнение по поводу готовности лосенка высказала начальник управления образования Любовь Пронина. Мы, конечно, с трепетом ожидаем итогового заключения нашей муниципальной комиссии, но предварительно мы понимаем, что, в принципе, все те замечания, которые были сделаны в ходе предварительного обследования, они практически выполнены. То есть самое главное, что вовремя мы сделали уже в этом году и косметический ремонт, мы закупили медикаменты, закупили хостовары, то есть всё практически, заключили договоры, всё на сегодня готово. Здесь будет охрана, здесь будет безопасность обеспечена, ну, так, как это положено, как требуется. По итогам обследования территории своё предварительное заключение вынес на главный врач санопеднадзора Людмила Буркова. На сегодня, вот это уже была предварительная приёмка проведена, поэтому сегодня мы не осматривали подробно каждый участок оздоровительного учреждения. Сегодня уже вторая. Единственное, что ещё необходимо будет приехать и третий раз. Это будет в субботу, чтобы посмотреть окончательный вариант, когда уже будут застелены все постели, вымыты все полы начисто. По столовой замечаний на сегодня нет. Плюсом то, что установлено новое технологическое оборудование, в частности, установлена ленточная посудомоечная машина, мощность которой 1600 единиц столовой посуды в час, поэтому это радует. В субботу ещё раз посмотрим. Все глобальные мероприятия, которые необходимы для начала оздоровительного сезона, все проведены. За первый сезон в Лосёнке отдохнёт 232 ребёнка, 210 из них по линии социальной защиты. Всего за 4 сезона оздоровится 868 детей. Однако желающих приобрести путёвки оказалось гораздо больше. Те, кто не получил путёвку, не успел в очереди, потому что желающих было очень много, больше 1000 человек на 868 мест. Вот мы выпустили в свободную продажу ограниченное количество. Там путёвка утверждена финансовым управлением 14 643 рубля. То есть мы сравнивали цены в Ангарске, в Иркутске. Там путёвка стоит 30-33 тысячи рублей. Как стало известно, в Устилимском детском лагере в этом году проведут летние каникулы и несколько ребят из других городов области. Хочется верить, что наш лосёнок когда-нибудь станет местом отдыха не только регионального, но и всероссийского значения. Наталья Иванишина, Александр Килин, информационная программа «Северный город». В законную силу вступил приговор Устилимского суда в отношении 22-летнего жителя города, совершившего в конце прошлого года три разбойных нападения. В октябре 2013 года, вооружившись пневматическим пистолетом, он ворвался в помещение парикмахерской «Шанс» и, угрожая работникам и посетителям, похитил из кассы более 6 тысяч рублей. Спустя некоторое время аналогичным образом напал на сотрудников городского сберегательного отделения, расположенного по проспекту Мира-20. Однако открыть дверь в помещение кассы не смог и быстро скрылся. В этот же день злоумышленник решил ограбить магазин в посёлке Железнодорожный, но испугался сторожа. Вскоре грабитель был задержан в маршрутке сотрудниками ГИБДД. При досмотре у него был изъят пневматический пистолет. Городской суд назначил по судимому наказание 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Вы смотрите информационную программу «Северный город». Возвращаемся к темам. Работникам государственных учреждений социального обслуживания при Ангаре вручена премия губернатора Иркутской области. В том числе 48 премий по 100 тысяч рублей и 2 премии по 50 тысяч. В конкурсе приняли участие более 200 работников социальной службы. Были названы лучшие. Заведующие отделениями, социальные педагоги, врачи, инструкторы по труду, психологи, молодые специалисты. В рамках церемонии награждения также были вручены почетные звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Иркутской области», нагрудные знаки «Отличник социально-трудовой сферы», почетные грамоты ведомства и благодарности губернатора. С 28 по 30 мая Устилимская сборная команда пенсионеров принимала участие в областной спартакиаде. С какими результатами вернулись наши земляки, узнала Анна Ефремова. «Наша команда – верные друзья! Наш девиз – ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе!» С таким девизом команда поехала на областные соревнования, проходившие недалеко от города Ангарска, на базе Олимпийского резерва. В апреле текущего года в нашем городе впервые стартовала городская спартакиада пенсионеров России. По итогам состязаний были определены лучшие спортсмены, которые вошли в состав сборной. Всего в областных соревнованиях участвовало 12 команд, в каждой по 10 человек. Организаторами спартакиады выступили Союз пенсионеров России и Министерство спорта Иркутской области. Что мы отметили на этот раз, будучи третий раз на спартакиаде, что некоторые города представляют команды спортсменов-профессионалов, которые имеют сейчас удостоверение пенсионеров. Поэтому собраны команды действующих тренеров, сильных. Наша команда состоит из пенсионеров-любителей заниматься спортом. И мы из 12 команд заняли подтетное четвертое место. Мы считаем, что это очень хороший результат. В первый день прошли основные соревнования по легкой атлетике, теннису, шахматам и стрельбе. На следующий день участники состязались в веселых стартах и плавании. Возраст участников спартакиады был очень разный. От 55 до 83 лет. Например, в легкой атлетике я участвовала, бежала. Со мной была бабушка, которой 78 лет. То есть это нужно отметить, что это победа силы духа над телом. Это просто необычная спартакиада. И мы очень все сожалели, что нет молодежи, как зрителей. Чтобы они посмотрели, насколько хороши люди в таком возрасте, во всех видах спорта. Оценивали спортивную подготовку участников судьи международной категории. Несмотря на дух соперничества, на протяжении соревнований чувствовалась теплая дружеская атмосфера. Когда мне предложили стать участником команды и поехать на спартакиаду области, я с удовольствием согласился. Команда очень хорошая, дружная. Все друг другу помогали, подсказывали. По индивидуальному зачету команда привезла три победы. Это бронзовые призеры по шахматам Людмила Югова и Константин Бахтурин. А также Александр Романский завоевал серебро в соревнованиях по теннису. Я хочу отметить каждого участника нашей команды. Они отличаются большой целеустремленностью, большой силой воли к победе, большим трудолюбием и дисциплиной. Анна Ефремова, Александр Килин. Информационная программа «Северный город». В год культуры централизованная библиотечная система города Устилимска запустила проект про чтение. Участниками его стали те, кто любит читать произведения русских поэтов. Реализация проекта не случайно началась с творчества Александра Сергеевича Пушкина. Ведь 6 июня отмечается день рождения великого русского поэта. Видеоверсию проекта смотрите сразу после выпуска нашей программы. 8 июня у Устилимска состоится праздник Святой Троицы. В 11 часов на территории курорта Русь свою программу представят работники Дворца культуры «Дружба». А в 15 часов народное гуляние продолжится на Левобережном яхт-клубе. Сотрудники ДК имени Наймушина приглашают всех жителей города на праздник мира и добра. На этом «Северный город» прощается с вами до завтра. Желаем отличного продолжения дня. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин